Вода не всегда кажется опасной, но пока не выглянешь в окно и не увидишь нечто подобное. Неконтролируемая и почти бесконечная вода способна поднимать автомобили, менять ландшафты и затапливать города. И сегодня мы посмотрим на случаи, когда вода выходила из-под контроля, и на катастрофы, которые последовали за этим. Прорыв Плотины — это барьеры, которые останавливают поток поверхностных вод. Также они используют энергию воды для выработки электричества, контроля водоснабжения и борьбы с наводнениями. Но всё не всегда так просто. Это дамба-брумандинья на железорудном руднике в Бразилии. Она находилась в хвостохранилище. Земляной насыпи, в которой хранились отходы работ вроде загрязнённой воды и химикатов. Но в январе 2019 года из-за снижения уровня воды дамба внезапно стала слишком крутой и влажной, чтобы выдержать свой вес, и рухнула. Это породило токсичную волну воды и ила объёмом более 12 миллионов кубометров. Если бы Empire State Building опустошили внутри его, можно было бы заполнить этой водой больше 11 раз. Поток затопил близлежащую долину, похоронив местность под 15-метровым слоем ила и унеся жизни 270 человек. И это не единственный катастрофичный прорыв плотины. Через год, в мае 2020-го, но уже в США, сильные ливни обрушились на Мичиган, и тогда часть 16-метровой дамбы Эдденвилл столкнулась с огромной нагрузкой из-за мощных потоков воды. А затем… Не в силах сдержать 81 миллиард литров воды в искусственном водохранилище Уиксом, размокшая 16-метровая насыпь обрушилась и вода хлынула наружу. Её бы хватило, чтобы обеспечить Нью-Йорк на 20 дней. И всего за сутки водохранилище опустело. Но наводнение на этом не закончилось. В 17 километрах вода поднялась настолько, что перелилась через 11-метровую дамбу Сэнфорд. За несколько часов нескончаемый поток затопил всю округу. Более 10 тысяч жителей были эвакуированы, а вода сорвала здание с фундаментов, разрушила дороги и мосты и уничтожила более 2500 домов. Общий ущерб от наводнения составил 175 миллионов долларов. Но в США хорошо знакомы с авариями на плотинах. Дамба Оровилл в Калифорнии высотой 235 метров – самая высокая в Америке. Несмотря на размер, она не справилась с неожиданной погодой зимой 16-17-го годов. В тот год сезон стал самым дождливым в Северной Калифорнии за 100 лет. Больше 2 метров 20 сантиметров осадков выпало с октября по апрель. В феврале, чтобы справиться с притоком воды и не дать водохранилищу переполниться, открыли водосброс длиной 915 метров и шириной 55. Но дождь продолжался. Вскоре вода хлынула под водосбросы со скоростью 1400 кубометров в секунду. Такой поток воды мог бы заполнить крупнейший аквариум в мире, расположенный в звездолёте Чимилонг в Китае за 12 секунд. Можно подумать, что при таких объёмах вода прорвала шлюзы. Но они были в порядке. А вот бетонный водосброс, минимальная толщина которого была меньше 40 сантиметров, внезапно начал разрушаться. Размыв стал настолько сильным, что операторы использовали аварийный сброс впервые с момента его строительства в 68-м году. Но очень быстро поток воды разрушил и этот водосброс тоже. В конце концов дождь прекратился, но к тому моменту 188 тысяч человек уже были эвакуированы. Мощность наводнения привела к тому, что ремонт дамбы обошёлся властям США в миллиард с лишним долларов. Да, миллиард. Оровилл. Это скорее хоррорвилл. Мощный Гленн. Неконтролируемый выброс воды из плотины – это ужасно. Но как выглядит выброс, когда он под контролем? Отправимся к реке Колорадо длиной 2334 километра, которая снабжает 40 миллионов человек в Мексике и на юге США питьевой водой. 7 триллионов литров воды из этой реки потребляется каждый год. Если бы её поместили в куб, он был бы больше 7 километров в высоту. Дамба Гленн-каньон отвечает за использование силы реки. Высотой 217 метров дамба, которая образует озеро Пауэлл, способна вмещать в себя более 30 миллионов кубических метров воды. Таким образом, это второе по величине искусственное озеро в Соединённых Штатах. Но не вся эта вода остаётся в озере. Хотя и кажется, что эту дамбу прорвало, на самом деле это всего лишь часть эксперимента. В апреле 23-го года она сбрасывала 1120 кубометров воды в секунду целых 72 часа. В общей сложности это 283 миллиона кубометров. Огромное количество силы в таких потоках используют для перемещения песка в русле реки и его осаждения, чтобы восстановить разрушенные пляжи вниз по течению. Но сколько это воды? Для сравнения, среднеамериканская семья потребляет чуть больше кубометра воды в день. Так что одна секунда потока из Гленн-Каньона могла бы обеспечивать среднестатистическую семью водой на протяжении почти трёх лет. Ого! Вот это мощь! Нападение наводнением Увы, использование силы воды не всегда бывает полезно, и это хорошо продемонстрировала одна история в Китае в 1938 году. В то время шла вторая китайско-японская война, которая велась между Китайской республикой и Японской империей. Японцы уверенно продвигались по Китаю и добрались до Джэньчжо в самом сердце страны. Казалось, что надежды на спасение не было. Но совершенно внезапно река Хуанхэ хлынула из берегов и посеяла хаос в японской армии. Китайцы, наверное, решили, что это было чудо. Ведь стоял июнь, поэтому осадков было немного. Но это было не чудо. На самом деле китайские войска специально разрушили плотины на реке, чтобы вызвать мощное наводнение в попытке остановить наступление японцев. Сперва это казалось гениальным решением, ведь японцы и правда остановились. Но это обошлось дорого. 54 тысячи квадратных километров, то есть площадь Западной Вирджинии, затопило. Что еще хуже, 800 тысяч мирных жителей погибли из-за воды, голода и эпидемий, а еще 4 миллиона остались без дома. Кроме того, вскоре выяснилось, что наводнение мало чем помогло Китаю, так как японцы изменили направление и без проблем захватили Ухань. Что касается наводнения, то лишь в 47-м году, через 9 лет после разрушения плотин, Хуанхэ вернулась в прежнее русло. Сейчас грозная мощность реки под контролем. Конечно, не выглядит так, будто ее контролируют, но не бойтесь, это на самом деле часть процесса промывки песком. Она нужна для очистки Хуанхэ от отложений. Каждый год русло покрывается илом, что поднимает уровень воды, а иллистые воды замедляют течение. Чтобы не допустить этого, водонесущую поток сбрасывают из трех специальных каналов плотины Сяоланди. Лучше не стоять на пути этого потока, потому что он сбрасывается со скоростью 261 кубометр в секунду. Благодаря такому сверхмощному потоку в результате операции перемещается 33 миллиона тонн отложений или 6 пирамид Хеопса всего лишь за 20 дней. Это настолько потрясающее зрелище, что сюда стекаются туристы. И если решите посмотреть на промывку плотины Сяоланди песком, не забудьте взять зонтик. Скоростной водопад В 160 километрах к северу от Сяоланди находится водопад Хукоу, второй по величине во всем Китае. Обычно водопады — это красивые места, где можно расслабиться под звуки воды, но только не здесь. Когда Хуанхэ приближается к водопаду, её ограничивают горы с обеих сторон. Преодолев тысячи километров, Хуанхэ резко сужается. Если в других местах её ширина 305 метров, то здесь лишь 51 метр. Такое внезапное сужение увеличивает скорость потока, когда вода устремляется вниз. В 2022 году водопад Хукоу был сильно затоплен, и вода стекала сюда со скоростью приблизительно 4500 кубометров в секунду. Для сравнения, где-то 2800 кубометров воды проходит через Ниагарский водопад каждую секунду, хотя он в 24 раза шире Хукоу. Это сила потока, которая обрушивается на водопад шириной всего 51 метр. Как будто этого мало, всё, что отделяет людей от течения воды, это хлипкая на вид ограда, и всё. Пожалуй, я смотреть на Хукоу не поеду. Ужасное ущелье В почти полутора тысячах километров от Хукоу есть другое интересное место. Ущелье прыгающего тигра. Каньон на реке Цзэньша, одном из главных притоков Янзэ. Обычно прибрежные места живописны, но не это. Максимальная глубина здесь 3810 метров от горной вершины до реки. Это ущелье очень глубокий речной каньон, высота которого в два раза больше Гранд-каньона. Из-за невероятно крутых склонов и узких протоков поток в ущелье крайне быстрый, поэтому это один из самых опасных участков реки Янзэ. Но насколько он опасен? Средняя скорость потока здесь 7787 кубометров в секунду. Учитывая, что в самом узком месте ширина реки составляет всего 30 метров, это очень много воды. Чтобы вы понимали, такой поток наполнил бы три олимпийских бассейна за одну секунду. Но для некоторых людей это недостаточно опасно. Несмотря на бушующие потоки, какие-то лихачи решили спуститься по реке в 1986 году. Угадайте, что случилось. Да, 11 из них остались в ущелье навсегда. Кто бы мог подумать, что состязание людей с весом и мощью, равным трем олимпийским бассейнам в секунду, это плохая идея. Кажется, это претенденты на премию Дарвина. В конце августа 2018 года нечто зловещее назревало на южном побережье Японии в Тихом океане. Тайфун Джебби набирал силу. Тайфун — это ураганы, которые формируются над северо-западом Тихого океана, когда ветер дует в те районы, где вода более тёплая. Он собирает влагу и поднимается, а холодный воздух движется снизу. Это создаёт давление, и ветер начинает быстро вращаться вокруг центра под названием глаз. Перемещаясь по океану, сильные ветры поднимают большие волны из центра шторма. Чтобы шторм считался тайфуном, скорость ветра должна достигать 120 км в час. Разумеется, Джебби соответствовал этому критерию. Когда он обрушился на юго-восток Японии, его скорость была 210 км в час. Этот свирепый ветер также вызвал колоссальные волны, которые ударялись о южно-восточное побережье Японии. Из-за силы поднялись волны в устьях прибрежных рек, которые унесли множество небольших судов. Хотя это выглядело страшно, они не сравнятся с волнами на побережье. Судя по тому, какими маленькими кажутся эти катера, высота волны была примерно 30 метров. Ого! Но не только суда ощутили на себе силу тайфуна Джебби. Наряду с волнами, которые обрушились на побережье, начались сильные ривни, из-за чего международный аэропорт конца оказался полностью затоплен водой. Да, это не часть гавани, а взлётная полоса. Повреждения были такими, что аэропорт пришлось закрыть на 17 дней. Но даже это меркнет по сравнению с тем, что случилось в 11-м году. В марте Япония пережила землетрясение магнитудой 9 баллов. Сильнейшее в истории. Оно произошло в 130 километрах от Сендая на северо-востоке. Энергия от землетрясения вызвала вертикальные движения по линии разлома, вытеснив гигантские объёмы воды. Это привело к цунами высотой почти 40 метров, и оно пробралось на 14 километров на сушу. 123 тысячи домов были уничтожены, ещё почти миллион получили повреждения, и, к сожалению, 20 тысяч человек погибли. Кроме того, ущерб от землетрясения и цунами, по оценкам, составило ужасные 220 миллиардов долларов. Это самое дорогое стихийное бедствие в истории. Грязная угроза. Как мы видели, приливная волна бывает ужасна. Но если смешать её с грязью, будет ещё хуже. Посмотрите сами. Селевой поток — это поток воды, в котором также есть грязь. И он возникает, когда ливни быстро размывают землю на крутом склоне. В этом случае из Швейцарии в 18-м году град в горах растопил и вытеснил всю эту грязь. Когда с ней смешалось большое количество воды, она стала жидкой и двигалась со скоростью 80 километров в час. Хорошо, что были стоки. Городу Барданекья на севере Италии они бы весьма пригодились в 23-м году, когда жителям пришлось убегать после того, как похожий на цунами селевой поток прошёлся по улице города. К счастью, никто не погиб. Но лучше не подходить к этим потокам грязи. Волнение в Назаре На первый взгляд Назаре на побережье Португалии — это типичный солнечный пляж с песчаными берегами и спокойной водой летом. Однако с октября по март, когда усиливаются ветры, это место преображается. У побережья Назаре находится самый большой подводный каньон в Европе глубиной 4 километра и длиной 210 километров. Благодаря глубине каньона волны могут передвигаться с гораздо большей скоростью, так как им почти не приходится рассеивать энергию. И они бывают огромными. Насколько? Покорение самой большой волны в истории произошло здесь. Себастьян Штойднер прокатился на волне высотой 26 метров. 26 метров? Это почти высота Христа Искупителя. Кстати, 7 из 10 крупнейших волн покорили именно здесь. И хотя это соблазнительно для серферов, я бы не советовал повторять за ними. Один кубометр в такой волне весит примерно тонну. И если оказаться на волне высотой более 20 метров с выступом в 70 метров, то эта часть волны будет весить приблизительно 1200 тонн. И это всё обрушится на вас. То есть вас не смоет, а просто превратит в блинчик. Волны с секретом Назаре не единственное место с опасными волнами. Оаху на Гавайях прославился из-за своих прибивных волн. Если вы не знали, это волны, которые образуются при приближении к крутому берегу. Они разбиваются прямо о землю, едва успев подняться над водой. Мощная энергия этих волн способна сбить с ног кого угодно. Что особенно опасно, они могут казаться маленькими и безобидными. Но даже 30-сантиметровая волна способна пригвоздить людей к земле. А учитывая острые камни и кораллы на дне, это может быть довольно-таки болезненно. Не знаю насчёт вас, но если бы рядом со мной кого-то швыряло из стороны в сторону, я бы убежал и не задумывался о том, чтобы это заснять. Великий водоворот Как вы представляете водоворот? Может быть как-то так? Этот водоворот заметили в Спринг-Дейли-Вьюте в 21-м году после внезапного наводнения. Огромные потоки воды привели к образованию воронки над перегруженным стоком. Но может вы представляете нечто подобное, воронку в океане такого размера, что она способна проглотить корабль? И то, и то реально. Водовороты бывают разных размеров и зависят от противоположных течений или тех, у которых на пути препятствия, что меняет направление и иногда создаёт нисходящий вихрь. Водовороты в океане непредсказуемы, и их трудно заснять. Но если мы отправимся в Норвегию, в город Будио на севере страны, то там мы увидим Солдстромен. Это самый мощный в мире мальстрём, то есть водоворот в море или реке. Солдстромен образуется четыре раза в день, когда прилив переносит 400 миллиардов литров воды через пролив шириной 150 метров. Когда течение достигает максимальной силы, его скорость бывает 40 километров в час. Поток воды, поступающий в узкий пролив, взбаламучивает воду и создаёт водовороты диаметром 10 метров и глубиной 5. Такие способности перетекли в мифологию, и норвежцы верят, что водовороты — это обиталище кракена, известного тем, что он затягивает корабли в пучину. Но опасность Солдстромена не ограничивается одними легендами. В 19-м году норвежское судно Нидара длиной 67 метров село на мель после того, как пыталось преодолеть водоворот. Ходят слухи, что около 60 пловцов и дайверов погибло в этих водах, хотя официальных данных нет. Так что, если вы вдруг окажетесь рядом с Солдстроменом, ни за что не пытайтесь переплыть его. Особые смерчи Опасные вихри существуют не только в воде. Они могут появляться и на её поверхности. Даже с большого расстояния это выглядит очень страшно. Это водяной смерч — мощный столб быстро вращающихся воздуха и воды. Есть два типа этого явления. Смерчи ясной погоды, более распространённые и менее опасные, образуются в относительно спокойную погоду вдоль длинных оснований развивающихся грозовых облаков, когда воздух циркулирует по поверхности воды и поднимается. А торнадные смерчи намного серьёзнее, и их лучше опасаться. Они могут начать как обычные торнадо, а потом несутся к воде. Такой смерч движется со скоростью где-то 100 км в час, но известно, что они могут разгоняться и свыше 160 км в час. Разумеется, такая скоростная воронка из воздуха и воды весьма опасна. В 16 веке водяной смерч обрушился на гавань Мальты, и 600 человек оказались на дне океана, когда перевернулись корабли. Даже в наше время смерчи могут быть опасными. Для начала тот, кто окажется на пляже, когда появится водяной смерч, может получить зонтиком в лицо, как, например, эти бедняги в 22-м году. Впрочем, никто не пострадал. Ну, кроме столика. На суше водяные смерчи могут быть ужасающе мощными, как выяснил этот человек. В общем, если увидите водяной смерч, не уходите. Убегайте! Трудности труб Вы задумывались, откуда берется вода, которую вы пьете и которой моетесь. Она поступает из резервуаров для хранения и течет по подземным трубам, которые подают ее к кранам в вашем доме. Обычно они работают как часы. Однако иногда в водопроводе образуются трещины, и вода выходит на поверхность. Давление внутри приводит к непрерывному потоку, и при возникновении утечки она прорывается наружу, пока трубу не заделают. Напор воды может быть таким мощным, что она с легкостью прорывается сквозь землю. Не верите? Вот что было в Цинцинадте в июне 18-го года. Да, этот гейзер достигал в высоту 6 метров. К счастью, эту трубу отремонтировали в течение пары часов. Но если их не заделать вовремя, всплески воды, которая проходит по водопроводу, могут привести к затоплению целых улиц и кварталов. Я теперь не смогу смотреть на свой экран, как прежде. Обманчивая река. Что это тут у нас? Живописная, спокойная река. Идеально для купания. На самом деле лучше не заходите в эту милую речку. Все потому, что это стрит, печально известная часть реки Уорф в Йоркшире в Англии. На протяжении менее 100 метров Уорф резко сужается с ширины в 28 метров до всего двух, направляя всю эту воду по крошечному каналу. Хотя количество воды, которая проходит через стрит, неизвестно, достаточно взглянуть на течение, чтобы понять, что ее там много. Под поверхностью скрываются пещеры и расселены, которые разорвут на части любого, кто упадет в них. Насколько там глубоко? Ютубер Джека Снэкс с помощью гидролокаторной удочки попытался измерить глубину стрита. И, судя по показаниям, в самой глубокой точке, которую он нашел, она превысила 65 метров, что много для такого ручейка. Это не значит, что это самая глубокая точка. Джек просто не смог подойти поближе к самой неспокойной части стрита, иначе его прибор сломался бы. Но все равно. Получается, что при ширине в 2 метра глубина здесь больше, чем высота знаменитой Пизанской башни. Местные говорят, что 100% людей, упавших в стрит, не смогли из него выбраться. Хотя вряд ли это правда, опасная река и правда отняла довольно много жизней. И это происходит еще с 12 века. Как там принято говорить? Не суди реку по обложке. Разрушительные волны Вы слышали о волнах-убийцах? Они появляются как будто из ниоткуда и, вероятно, совмещают в себе несколько волн. В результате они оказываются в два раза выше и мощнее окружающих. Они могут быть такими мощными, что способны потопить супертанкеры и контейнеровозы, а уцелевшие суда возвращаются с огромными пробоинами в корпусах. Но служащие базы армии США на Ройномюре посреди Тихого океана не были ни на каком судне, когда там произошло это. Пятиметровая волна смогла добраться до суши и обрушилась на здание, сорвав дверь из петель. К счастью, никто не пострадал. Но судя по тому, как вода унесла дверь и потащила с собой разные вещи, утром пришлось неплохо прибраться. В тысячах километрах от Ройномюра в Оренсано в Италии серьёзный шторм тоже вызвал неприятности. Работникам приморского ресторана выпала незавидная задача справиться с внезапной волной высотой 7 метров. Опять же, никто не пострадал. Но, несмотря на все усилия, у этого стекла особо не было шансов, правда? Зато мы усвоили важный урок. Не ходите в прибрежный ресторан в шторм. Вот что происходит, когда вода выходит из-под контроля. Вы когда-нибудь видели явления, которые я показал в этом видео? И какое вас особенно впечатлило? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр.